друзья всем привет это видео от секретного инсайдера по поводу того кому на самом деле принадлежит google есть такие комментаторы которые вот этой информации с нами с нами секретный инсайдер поделился но эта информация есть в открытом доступе да дорогие друзья вот например в открытом доступе есть такое название alphabet компания alphabet ну есть по моему ставками занимается какая-то по с похожим названием компании но вот то что google уже не является отдельной компании а является частью компании alphabet вроде это тоже информация есть в открытом доступе ну что это на самом деле означает сейчас мы как раз об этом поговорим что для вас уважаемые зрители google ну вот как и для меня до google это google поиск это ok google голосовой помощник это google браузер это браузер chrome это google market наконец в каждом вашем телефоне почта gmail ну и конечно же youtube где вы это видео смотритесь и ассоциируется он также вот например у россиян с фамилией брин это выходец из ссср и вот он один из создателей было а теперь давайте много углубимся и узнаем какие структурные подразделения глубинного государства устраивают нам цензуру в интернете блокируют ролики с информацией которая почему-то не нравится ютубу вот сейчас мы как раз и осознаем почему это происходит вот что пишет по этому поводу секретный инсайдер google вместе со своими официальными цензорами это из израиля эти цензоры и кураторами антидеформационной лигой управляемой этнической еврейкой эйлин хершенов и сплс решает что вам разрешено знать а что нет хотите узнать как спецслужбы израиля контролируют голливуд с помощью google вы никогда не узнаете но если вы хотите увидеть как продвигаются например аборты google предоставляет лучшие результаты поиска по убийствам новорожденных и нерожденных если вы хотите практиковать гомосексуальность лесбиянство изменить свой пол и практиковать все формы сексуальных отклонений тогда google ваше место это стремление глобальных элит как много лет назад указал джозеф собран является разрушением христианской цивилизации которая исторически враждовала с их идеологией трансгуманизма и это российская идеология через google забита в мозг каждого гоя холдинговая компания google олив бет на иврите с иврита переводится как алфавит холдинговая компания google имеет именно такое название находится в собственности масса то есть вот этот альфа бет находится в собственности масса с беспрецедентно высокой похвалой израильской технологической индустрии тогдашний генеральный директор google эрик шмидт встретился с бенемином нетаньяху в 2015 году с изобилием похвалы но почему они встретились и подробности встречи не были оглашены потому что когда председатель google эрик шмидт сказал в тель-авиве на конференции в июле 2015 года что цензоры развития компании google в израиле были среди компании наиболее эффективных офисов в мире нет сомнений в том что масса от спецслужбы израиля в этом очень глубоко задействованы без сомнения масса и цру через свои собственные зарегистрированные технологические финансовые и инвестиционные компании а также через различные подставные компании направляют светлые и темные деньги в инвестиционные подразделения альфа бет достаточно интересно что это был тот же самый год 2015 когда шмидт и нетаньяху встретились когда google сформировал альфа бет как материнскую компанию конгломерата с несколькими холдингами для себя в ходе хитрого двухэтапного процесса реструктуризации и инкорпорации в котором он оказался дочерним альфа бет является материнской компанией для дочерней компании google который теперь зарегистрирована как дочерняя компания два основателя google ларри пейдж и сергей брин взяли на себя исполнительные роли в новой компании но были фактически отстранены от каких-либо оперативных функций и пейдж и брин были заменены явной марионеткой этническим индейцем вы индейцы наверное имеет ввиду секретный инсайдер ну вы посмотрите конечно же какого этнического индейцам похож легко контролируемым массадом и международным еврейским лобби сундаром печа и который был назначен новым генеральным директором был в конце 2015 года то есть и ларри пейджа и брина заменил вот этот вот сундар печа и все деньги проекта в google были перенесены в корпорацию алфавит с google сохраняя свои основные предприятия поиск объявления карты приложения android и это пропагандистская рука youtube в комплекте с его официальным сигнальщиками и другими ну здесь на английском слова не пойму и о чем идет речь антидеформационной лигой и сплт студенты стэнфордского университета в 1994 году сергей брин и ларри пейдж создали уникальное приложение для сканирования и ранжирования страниц отчетливо заметным было то что их создание финансируется по массивные digital data systems инициативы проект под эгидой анб цру и директор центрального разведывательного управления в скобочках масса поощрять новаторские исследования в области информационных технологий очевидно именно куратор массада профессор джеффри улман действуя в тандеме с агентом цру риком штайнхайзером организовал финансирование поисковой системы брина и пейджи стэнфорд был связан с секретными военными научно-исследовательскими проектами в течение десятилетий и был связующим звеном силиконовой долины с пентагоном и цру создание массивные digital data system project mdds и фонда компьютерных ученых в стэнфорде имеется ввиду я так понимаю специалисты по компьютерам пентагона и разведывательного сообщества цру и массада вложились в готовый способ отслеживания отдельных лиц и групп в интернете которые провели до конца службы google стратегический партнер массад стремился к расширению контрактов с богатыми людьми с магнатами связанными с израилем и кремниевой долины где располагается 4 по величине еврейской общины в сша в итоге google теперь доминирует в мире высоких технологий и захватывает некоторые технологии расширяя свою глобальную сеть с помощью кибернауки присоединившись к нескольким проектам спонсируемым пентагоном профессор джеффри улман и рик штайнхайзер из цру признали новаторскую технологию поисковых машин брина и пейджа и преследовали долгосрочную цель контроль над информационной магистралию путь к знаниям теперь находится в руках израильских спецслужб учитывая скрытое владение массадом google ведущей поисковой системы в мире ну здесь упоминается как масса так и цру то есть эти две спецслужбы однозначно работают в паре и вот именно вот эти спецслужбы имеет контроль над google через материнскую компанию альфабет и устраивают нам дорогие друзья вот эту вот цензуру в интернете вот эти страйки удаление роликов удаление всяческой информации которая не соответствует той официальной информации которая нам толкает глубинное государство вот такие вот интересные факты дорогие друзья которые вам я надеюсь помогут понять что же происходит с цензурой в интернете и почему мы как блогеры лишены возможности снимать видео на темы которые нас действительно волнуют которые действительно актуальны но вот выше упомянутым мною структурам это абсолютно не нужно и нас в определенные рамки загоняют вот таким образом через политику цензурирования контента на этом у меня пока все дорогие друзья что думаете об этом пишите в комментариях ставьте лайки распространяйте это видео если считаете эту информацию достойной чтобы они узнали как можно большее количество людей спасибо за просмотр всем пока